На волне Тревоги Если с вами Ночное такси Ничего Не случится в дороге Если с вами Ночное такси Ничего не случится В дороге Ночное такси Сегодня и всегда С Александром Фруминым Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели И телезрители, конечно, тоже Вы настроены на радиостанцию Шансон 24, наше имя И место в сети Шансонспб.ру И настроены на частоту 97,2 Мегерс ФМ, столица Германии Это радиостанция Русский Берлин Где транслируется также программа Ночное такси А если вы видите нас на YouTube Значит вы зрители телевизионного канала Одноименного с нашей студией Телевизионного канала Ночное такси Которому как раз исполняется В ноябре уже 6 лет И телевизионного канала Естественно статистику которого Я сообщаю всегда выходя В этот прямой эфир Онлайн каждую неделю Вот как раз сегодня Перед тем как войти в студию Я посмотрел на очень точную статистику YouTube И сообщаю то число Уникальных зрителей Кто посмотрел наш канал С момента его открытия То есть ноября 2010 года Это 31 миллион и 714 тысяч С небольшим наших уникальных зрителей И я как продюсер канала Конечно всем этим людям Очень и очень благодарен Сегодня у нас Большая гостевая программа Я думаю будет интересно Всем кто нас слушает Сегодня у нас вечер гостей И в первом часе Я с удовольствием Приглашаю вас К знакомству с таким Очень дружным и веселым Женским коллективом В особенности кто нас смотрит на YouTube Это хорошо видно Вот поскольку камера у нас панорамная Поэтому всех Аркадий Александрович Мой сын включил так сказать в кадр И прекрасные принцессы Программа под названием Три судьбы Сегодня в течение этого эфирного часа Я уже представлял девушек заранее Представлял их что называется Без их присутствия в студии То есть представлял их что называется В режиме монолога Ну а вот сегодня будет диалог Их девушек этих прекрасных Привела с собой Катерина Цибулько С которой мы дружим Это как раз ей Аплодисменты от прекрасных наших певиц Катерина у нас как раз находится слева в кадре Вот самая крайняя девушка Это как раз вот она И она сделала концепт Этим прекрасным дамам В петербургском зале И я был очень рад тому Что концепт прошел Аншлагово в самом центре города На улице Марата Где Саша Разумбаум счастлив был когда-то А в нашей студии кстати писалось продолжение Этой песни Над Марата как тогда летают белые голуби Это происходило уже у нас И на самом деле там есть кабаре Одесса Мама И в этом кабаре собственно состоялся концерт Три судьбы О чем я докладывал вам дорогие друзья Еще неделю назад И неоднократно в наших эфирах Рад что информация помогла И рад того что зал был абсолютно полон Из всех девушек на самом деле Кроме естественно Кати Цибулько Я прекрасно знаю замечательную Оксану Орлову Которая находится рядом со мной Вот такая И она подала голос абсолютно первая Вот Оксану вы можете видеть На нашем телеканале И видите на дисках стандарта DVD тоже Поскольку 9 лет назад В 2007 году мы записывали Для моего друга композитора И певца и продюсера Володи Чернякова Сольный фильм концерт Который затем был издан в стандарте DVD Тогда же в 2007 году Ну естественно поскольку вся наша продукция Находится на телеканале И сейчас для вас там размещено Чуть менее 200 тысяч видео нашего производства Конечно же там есть и видео с Оксаной Замечательная песня Которую в свое время мы даже Пригласили песню И Володю и Оксану На самый первый концерт радио шансон В Кремле И как раз именно там она была Исполнена именно в дуэте И исполнена именно в той самой первой версии В которой стала очень популярна Песня которая носит двойное название Она называется Либо поющие в терновнике Либо она называется любовники Ну вот на самом деле не знаю Какое название правильное Но знаю только то что Оксана Была первой вокалисткой Которая исполнила эту действительно Очень жанровую Очень чувственную вещь С Володей Черняковым И тогда мы пригласили ее Даже на самый первый Кремлевский концерт радио шансон Который мы основали в Питере Перенесли в Москву И занимались которым на самом деле На протяжении целого десятилетия И Оксана была на самом-самом первом Концерте шансон года в Кремле Именно с Володей в дуэте Но эту композицию мы с Аркадем Санчем вам ставили Естественно в эфир нашей программы Неделю назад В преддверии того концерта Который мы информационно поддерживали Вот что касается остальных девушек То я их вот увидел впервые А музыку услышал благодаря Кате Цибулько Впервые собственно неделю назад Они мне очень понравились Они сами все про себя сейчас будут рассказывать Или Катя будет рассказывать про них Что я считаю совершенно правильным экспромтом Основная задача Я думаю Катя Это наша мама Катя будет рассказывать Ну а сейчас я скажу то Что наверное будет интересно нашей аудитории А не только девушкам Которые находятся у меня в студии Мы начиная с ноября Со следующего месяца С Аркадем Санычем Задумали новый большой эфирный проект Но если быть точным Откровенно говоря Два эфирных проекта Для радио Шансон 24 Которые будут также естественно С размещением видео на YouTube Работать для вас ежемесячно Два раза в месяц Подчеркиваю Пока два раза в месяц Не знаю 4 ли Но пока будет два точно С ноября Будет работать наша программа Под названием Джаз только девушки Эта программа Известна вам По нашему Видеопроизводству Поскольку мы Начиная с 2013 года Делаем такой цикловой Фильм-концерт И в общем Он пользуется Достаточно большой Известностью На YouTube Поскольку В общем Там много-много Материала записано Там не одна Две-три Певицы записаны Там в каждой программе Записано примерно В среднем По 24-25 композиций Новую такую программу Мы писали только что 26 сентября Совсем недавно И записали новые еще 23 песни И конечно же Я понял Что через 4 года Необходимо иметь Постоянную цикловую Ежемесячную программу Которую будет рассказывать Именно о женском пении Поскольку В том Варианте В котором мы Производим Видеопродукцию Для нашей аудитории Все фильмы Тематические И Подчеркиваю Картина Джаз только девушки Работает у нас С марта 2013 года То есть уже 4 полных года И собрала В среднем Эта картина Вот если подсчитывать Конечно Клики Отзывы Так сказать И просмотр Каждого из роликов Сами фильмы Конечно Это я говорю для тех Кто захочет проверить мои слова А сами фильмы Большие Полноформатные На ютюб Не сразу собирают Десятки сотни тысяч просмотров Хотя и у нас есть успехи Например То что мы делали в Юрмале Оно собралось сейчас Именно как картина Там 700 тысяч зрителей То что мы делали музыкальный ринг С ТВ Невавдина В 2009 году С Трофимом С Кругом Там тоже просмотры Под миллион Но это бывает не сразу Потому что это большая картина А ютюб это современный хостинг Где люди смотрят короткими фрагментами В основном Хотят технологии Нам Именно как телеканалу Который там работает Это наши условия Были договоры с гугл Потому что мы бы не пошли туда В качестве аккаунта Где можно показывать Только фрагменты Я бы не отдал туда такую продукцию Мне просто было бы неинтересно А именно как телеканал Как будто это обычное Эфирное телевидение И большие картины Конечно они тоже набирают Но не так быстро А ролики набирают быстро И вот мы специально проводили По нашей женской программе Что называется Биллинг То есть мы подсчитали Когда это выкладывается И потом рекомпилируется И ролики наших певиц Показываются отдельно Сколько собрали Вот на сегодняшний день Как раз мы это подсчитывали К сентябрю этого года 2016 Вот к этой съемке Которая только что сделана Она еще в монтаже Еще этой картин на канале нет Ну я был доволен Из грубо говоря 31 миллиона просмотров То есть уникальных зрителей Которые зашли туда Уникальных То есть с разных IP адресов Разные компьютеры Порядка 3 миллионов То есть 10% Это посмотрели Именно женскую картину Я считаю Что это очень неплохо И поэтому Именно в поддержку Всего этого дела Мы и открываем С ноября Программу Одноименной В джазе только девушки В эфире Радиостанции Шансон 24 Которую сейчас все Слушают и смотрят Кто слышит и видит нас И я думаю Что это важно Знать нашей аудитории Вот как бы в преддверии этого Когда мне Катя позвонила После уже концерта Который прошел И говорит А можно я приведу Девушек в эфир Я говорю Да конечно С удовольствием Давайте Три судьбы Покажем в эфире Нашей радиостанции В эфире нашего телеканала Дадим этому целый час Эфирного времени А заодно И проанонсируем Специальную программу Которую буду вести я Со всеми так сказать Девушками Буду общаться Начиная с ноября Вот такой вот Женский час появится На радио Шансон 24 Ну такая преамбула И давайте теперь Знакомиться С кого начинаем Естественно с Оксанчика Да будем Начать с Оксанчик Ради бога Оксанчик да Ну я во первых Хочу тебе сказать Что я немножко Немножко ближе Они широкозахватные Микрофоны Это певица опытная Они Это микрофоны Близкие женскому сердцу Это микрофоны Что-то спеть А капельно нет Я знаю что у тебя здорово Это получится С твоим красивым Низким голосом Я не сомневаюсь Дело в том что Это микрофоны Самые близкие Женскому сердцу Они с кардиоидными датчиками Вы знаете Мне так приятно Просто вот такой Обволакивающий звук Я просто Смышляю Правильно Потому что Это кардиоидные микрофоны Смысл Смышляет Твоего голоса Именно в форме сердца То есть у него диаграмма такая Что она в форме сердца И вот ее Да 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 И как раз ее острие Этого сердца Заканчивается у тебя За спиной Вот Поэтому надо говорить вот так Поэтому Оксанчик Значит Во-первых скажи мне Отвечая на мой Самый первый вопрос Перед тем Мы послушаем конечно Первую же музыку Скажи мне А почему ты у нас Так давно не появлялась Потому что я честно говоря Был безмерно рад Когда мы тогда записали Тебя Это видео Только что моя супруга показала Перед входом в студию Да у нас в офисе А почему ты так долго Вообще-то не пелил Ты прекрасная певица Профессионалка Красивый низкий голос Куда ты девалась Куда ты спряталась Александр Честно говоря Я бы не хотела Не хотела на самом деле Говорить Почему я не появлялась Вот я просто ушла Вот так я захотела Понимаете Наверное вот Была какая-то перезагрузка Знаете Вот я думала 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 И наконец решила вернуться Реально Я вернулась с другой душой С другим сердцем С другой головой Абсолютно новой Вот И Как вам сказать Ну сложно Почему я ушла Вот просто мне так захотелось Саша Понимаешь Вот Я не знаю Почему я ушла Но Наверное Чтобы нужно Вновь вернуться Нужно умереть Знаете В творчестве Вот так говорят Что вот Ну вот период заканчивается И потом интенсивно начинается Я взяла Для всех умерла А потом вдруг Бац И появилась И когда появилась Началась движуха Ну то есть можно сказать Что Оксана Орлова У нас птица Феникс Женского шансона Раз у меня Я просто из пепла Просто понимаете Из пепла вот поднялась И я никуда не собираюсь Больше уходить Могу всем сказать Завистникам Любовникам Всем Что я Я больше никуда Терновникам Терновникам Я больше никуда не уйду Пожалуйста Следите за моим Телодвижением Вот это замечательно А зачем тебе куда-то уходить Когда ты пришла в нашу студию Самую крупную студию в России Которая занимается шансоном по-русски Кстати Я безумно рада Вот именно Сегодня ты нам такую экскурсию провел Я наверное Вот честно говоря Я в шоке Потому что здесь Реально целая индустрия у тебя И мне настолько это приятно И честно говоря Ребята Все Крисандру Фрумину Ну ты уже в этой индустрии На самом деле участвовала В общем не вчера Я просто хочу сказать Что с тех пор индустрии стало еще больше Но дело в том Что Девчонки Вы на самом деле Все находитесь здесь Вот сейчас октябрь В наш маленький праздник Праздник Саша даже говорить приятно Вот просто вот Просто вот говорить приятно Ну и потому что Нашей студии Нашей студии Как раз в октябре этого года Ну не круглая дата В прошлом году была круглая Исполнилась сейчас В октябре 31 год И вы как раз В общем Откровенно говоря Именно каждый октябрь Мы отмечаем конечно Только круглые даты Понятно Мы же не дети маленькие Где там каждый год отмечается Но вообще на самом деле Вы попали Именно вот в 31 год И я подарил каждый из вас Наши диски И прошлогодние На которых стоит Стилизованная эмблема наша Собственно говоря Студия начнет такси Наши даты Потому что в прошлом году Мы отмечали ровно 30 лет И вся продукция наша Печатная Это и CD И DVD диски Она вся была маркирована Специально стилизованной Эмблемой нашей Чтобы отметить Именно 30 лет компании Так же мы делали Когда нам было 25 лет Ну какие-то такие круглые даты В этом году конечно Ничего такого мы не делаем Но поскольку Это эфир И нас слушают И смотрят люди Надо сказать конечно Все таки о том Что мы имеем право Эту дату вспомнить Она такая вот Не круглая Но 31 год Я считаю Это хорошо Это весело Потому что самое главное Что за все это время Огромное количество музыкантов Спасибо девочки Они прошли через Нашу студию И что было понятно Вот то что я говорил Сейчас за кадром Перед тем Мы вошли в студию Прямого эфира Я просто повторю Каждый год В среднем Здесь записывается 150 человек 150 солистов и групп За год мы производим Около 900 Музыкальных треков Из которых Примерно половина То есть 400 И 450 Это видео треки И вторая половина Это аудио треки Каждый год Мы издаем Порядка От 35 38 До 40 Компакт-дисков Оригинальных И все это превращается Естественно В лицензированные Официальные Под международной защитой Кстати находящиеся Аудиотреки Аудиофайлы Которые находятся Во всех самых передовых Магазинах мира То есть это iTunes Это Apple Music Это Яндекс.Музыка В Москве Ну и естественно Магазины Посылторга То есть такие огромные Как Ozon.ru Где находится наша витрина Вот на сегодняшний день На которой 255 альбомов Нашего производства Из 500 с небольшим Которые выпущены Начиная с 1994 года Поскольку мы были Той компанией Которая сделала Русскую музыку Среди первых 20 легальных компактов Которые были на русском языке Когда стал открываться Именно пластиночный бизнес В формате CD Вот альбомы Дедушки Сидящего за пультом Аркадия Саныча Фрумина Моего младшего сына Аркадия Северного Это были как раз Самые первые Из тех 20 компактов На русском языке Которые появились На российском рынке Ну и ехали за границу Конечно Поскольку это тогда Было в новинку На русском языке На компакт-диске Там где издавалась Всякая модная Западная музыка Мы были В числе первых 20 дисков Изданных С альбома Аркадия Северного С таким забавным Ансамблем Четыре брата и лопата Это было летом 1994 года С тех пор прошло Уже более 22 лет И вот за это время Каталог студии Ночной такси Доступный публике Он составил уже Более 500 релизов Из которых Кстати на видео 101 диск Ну естественно На видео Все это можно посмотреть Конечно на ютубе Диск Попать уже не надо Все по-современному Но для коллекционеров Конечно по-прежнему Это актуально А вообще В наших фильмах Концентах Снято уже На сегодняшний день Более 200 серий То есть ровно В половину больше Чем издано Собственно Видеокомпактов То есть DVD И соответственно Вот такой большой Объем продукции Это собственно говоря Наш образ жизни Потому что студия Создана не для того Чтобы работать С какими-то звездами Да и добиваться Каких-то больших От звезд Понятное дело Гонораров И не знаю Спонсоров звезд А студия Создана совершенно по-другому И ее принцип О формировании рынка Чтобы это было все И для музыкантов Удобно и правильно И самое главное Чтобы огромная Наша аудитория Реально могла Познакомиться С большим количеством Но профессионально И качественно Записанной авторской музыки Которую мы называем Шассоном по-русски И на видеоносителях И на аудионосителях То есть основная идеология Компании в этом Именно поэтому Мы в свое время И открыли Уже много лет Была студия Как студия Когда появилась возможность Лицензироваться На FM-диапазоне В 1993 году Мы же открыли вторую В России FM-станцию Это была станция Уже не существующая К сожалению Радио Рокс И на этой станции Впервые появилась Та программа В которой вы участвуете Программа Программа На FM Где бы то ни было На территории Бывшего Советского Союза В СНГ Вот С тех пор прошло Как вы понимаете 23 года Вот Ну такая информация Я предлагаю Послушать музыку Потому что я хотел Также тщательно Еще и расспросить Наших принцесс Поскольку на самом деле Я вот их видел первый раз И очень рад Что они такие веселые И бодрые Они еще все Между прочим Перед поездом в Москву Поэтому Важно все успеть Чтобы они на вокзал Не опоздали Вот Поэтому Кто нас командует Собственно говоря Треклистом Девчонки Кто командует Ракаса Что ставить Любовники Ну правильно Вот правильно Которые поют Терновники Можно сказать Это моя визитная карточка Чтобы все слышали Это я подтверждаю Реально визитная Это вот Александр Фрумин Подтверждает Спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что это ты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Терновники Уж много Много лет Если с вами Ночное такси Ничего не случится В дороге Дорогие друзья Вот именно визитная карточка Оксаны Орловой И прозвучала в нашем эфире Она пела вместе с моим другом Володей Черняковым Который вполне может Из Таиланда Где он сейчас базируется Безумно талантливый друг Открыть мой телеканал наш И посмотреть Мой друг вполне может Раз и увидит Оксану И как прекрасно поется Это произведение Привет, Волочка, привет Да, да Ну, теперь давайте Переходим к остальным Принцессам Это как-то довольно правильно Чтобы каждый из них Про себя сказал Я Оксану-то знаю много лет А вот девушек Не знаю совсем Давайте Кто у нас Самый будет смелый Катя, кого ты представишь? Следующий Рапунцель Кто? Я хотела вам сказать Рапунцель? О, это интересно Это героиня немецких сказок Ой, я даже боюсь это трогать Это Катя Рапунцель Катя Так, Катенька Представляю Да, хотелось бы в первую очередь Сказать все-таки Проект Три судьбы Это Три грации Это песня Это женские судьбы Это истории жизни Оксану Орлову Да, мы уже представили Вторая грация у нас Это актриса Театра кино Певица Екатерина Суворова Женщина огонь Как вчера была Скажена верно Так, отлично Это интересно И огонь Ну и И Виктория Астра Конечно же, да И третья наша грация Виктория Астра Певица бескомпромиссная На этот вопрос Я думаю, она сама ответит Да, вот почему бескомпромиссная Кстати, я прочитал Это в анонсе Но я вот думал Дождаться встречи И, собственно, спросить А почему бескомпромиссная Я отвечу Просто, понимаете Я такой человек Я или говорю Да, или нет У меня нет середины То есть у меня такого не будет Я сразу предупреждаю Что я не люблю сплетни Я прямолинейный человек Я говорю сразу в лоб Многие этого не любят Но я считаю, что это правильно Пусть будет так Многие меня за это не любят Ну Это моя жизнь Я заискрылась Заискрылась, конечно Ну что вы, что вы Отлично Это совершенно изумительно Так, девчонки Теперь мне надо Что, чтобы наша аудитория Узнала о вас Вот та самая программа Которая только что Отзвучала в Питере На Марата В этом самом Кабаре Адесамаме Скажите мне Эта программа Является вашим Постоянным сценическим действом Или вы просто решили Собраться у нас в Питере Песни попеть Как эксперимент Своих подруг Собрала Екатерина Цибулько Своих талантливых подруг И решила создать Этот проект Три судьбы Вы знаете Когда Да То есть Катя во всем виновата Конечно Когда она нам о нем рассказала Идея моя Да Мы не то, что Обрадовались этой идеей Мы полностью Согласились Да, Катерина Делаем Поем Потому что Классная на самом деле Идея Это очень может быть жить Нашлась песня Нашлась песня Про подруг Сразу Которую мы вчера пели Это была премьера Премьера Капельная Можно и капельная Мы припеем А может быть У нас есть фонограмма Минус один Нет? Не, не Мы капельная Сейчас пугаем припевчик Давайте пожалуйста Уступаем Из-за дружбы Все отдать Не вопрос И зачем нам Этот путь Без подруг Не ворвался Только вдруг В дружбу Холод зимних юг И с собою Бы беду Не принес Не ворвался Только вдруг В дружбу Холод зимних юг И с собою Бы беду Не принес Молодцы Очень интересно Мы вообще С Аркадем Савченко одобряем Акапельное пение Уверен что Акапельное пение Одобряет и большая аудитория Программы Начнем так себе Напомню Дорогие друзья Для наших Слушателей и зрителей Что вы Во-первых На радиостанции Шансон 24 Наше имя в сети Шансон СПБ Это наш портал Также вы На частоте 97,2 Десятых Мегерс ФМ В столице Германии В Берлине Это радио Русский Берлин И если вы видите Нашу студию Расположенную в России В Санкт-Петербурге Значит вы Телевизионные зрители Канала Ночной такси На Ютьюб Вот В стольки Так сказать Аудиториях В стольки Средах Медийных Собственно происходит Сейчас то Что в этой студии У нас делается Дорогие друзья Для меня очень важно Что проект Так вот Совершенно экспромтно Сложилось Благодаря Кате Цибулько Абсолютно Совершенно экспромтно Поверьте Что девушки Анонсируют собой Новую цикловую программу Нашей студии Которая откроется Только с первой Ноябрьской недели То есть через месяц И будет она называться Как наш цикловой Музыкальный фильм Концепт Джаз только девушки И вот как раз Я рад тому Что заранее За месяц Можем дать Такой интересный анонс Потому что Все такие разные Все такие талантливые И замечательные певицы Собрались И очень неплохо поработали Как я понял При полном аншлаге В кабаре Ресторане Одесса маму У нас в Санкт-Петербурге Для меня очень важно Что удалась Вот эта встреча И мы можем вам Представить девушек в эфире Ну вот если про Оксану Мы много чего знаем Я думаю она не обидится Что я сейчас буду спрашивать Ее коллег А вот что касается Госпожи Суворовой Что она может сказать Про себя Для меня это очень важно Актриса Я так понял Актриса Кино Театр Кино, театр Я закончила наш Санкт-Петербургский Гитмик Тогда он был В 99-м году Да, так он назывался Потом он стал называться Академией Академия Тогда он был Академией Я решила запеть Я решила запеть Совершенно случайно Вы знаете Просто есть такой сериал Ментовские войны Я там снималась С Дмитрием Буковским Да Дима, кстати Хорошо со мной знакомый Приезжал неоднократно сюда Забавный парень Я, кстати, на самом деле Оценил Да, я оценил его Хороший парень очень Я оценил его В фильме Шахназарова И когда он пришел ко мне На съемку С своим продюсером С Таней Когут Пару лет назад Я большой поклонник Вообще Шахназарова Начиная с джаза Из которого мы И я не ожидал Что мне понравится Но мне безмерно Понравился Белый тигр А он играл там Одного из наших генералов И была такая Разгромная рецензия Что парень, который играл Уголовников Поет уголовные песни Почему-то играет Сталинского генерала Я с этой рецензией Не согласился Он поет уголовные песни Он поет Хорошо поет Да, конечно Он пел в группе Пятилетка Как эксказист И когда он пришел ко мне Я поблагодарил Я говорю Слушай, я вообще Не ожидал, что мне фильм-то понравится Но не ожидал тебя там увидеть А это феноменально здорово То есть это драматический талант Хороший парень Я рад, что Мне стесн Просто Джексон Назывался наш фильм художественный Я сыграла его любовь И вот просто Дмитрий Пару раз услышал Как я пою Вот он меня натолкнул Катерина Какой тембр Что же ты Хоронишь Я на самом деле с детства Люблю шансон Конечно Я в 11 лет Вы знаете какая моя любимая песня Которую я пела всегда Именно шансон Я всегда брала гитару Моя милая мама Я тебя не ругаю За то, что так рано В лагеря отправляла 11 лет Мы сегодня с друзьями Мама В жизнь другую вступаем Так прошла незаметно Золотая пора Вот девочка Ну это нормально Я поступала в театральную академию С песней Гоп-стоп Мы подошли Вы понимаете Две косички Пластмассовые бралански Ла-ла-ла А потом мне спросили А еще что-нибудь Можете спеть Я говорю Да могу А что Афганистан Страна песков И дикий травм Да Это был 95 год Нормально Это же хорошо На самом деле В актерской профессии Самое же главное Это естественность И как и в любой профессии Самое главное Знать собственно Что ты хочешь Здорово Вот Катерина Нам такие вот Интересные вещи Рассказала Так Аркадий Александрович Я думаю Что пора В соответствии С логикой Нашего сценария Все-таки послушать Песню в исполнении Катерины Суворовой Да Давайте послушаем Я встану с колен Мне кажется Очень такая Песня Театральная Многим из нас Она подлиннее Она подлиннее Аркадий Александрович Борется за хронометраж Строгой 60 минут На самом деле Браво Аркадий Александрович Все правильно Время 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 Деньги Да Красивая очень песня Послушайте пожалуйста Внимательно Мне кажется Она просильная к женщине Мы встаем с колен В любой ситуации Сколько раз Мы встаем с колен Мы встаем И мы встаем Дайте поплакать вдоль Мне хоть один раз Я переплачу боль И улыбнусь сейчас Я проглочу комок Песен не спетых моих Со мною лишь только Бог В этот короткий миг Дайте побыть одной Наедине с собой И пусть за моей спиной За навес ледяной Мне ли не знать побед И поражений всех За темнотою свет А за слезами смех Но я встану с колен Спрячу боль за улыбку Через множество стен Я пройду через пытку Всех душевных тревог Всех измен и предательств Я смогу быть сильней Этих всех обстоятельств Дайте вдоль поплакать Мне хоть один раз Маленькой девочкой Дайте побыть хотя бы на час Вспомните легкое чувство И радость от каждого дня Бегущая по волнам Так называли меня Дайте побыть одной Наедине с собой И пусть за моей спиной За навес ледяной Но мне ли не знать побед И поражений всех За темнотою свет А за слезами смех Но я встану с колен Спрячу боль за улыбку Через множество стен Я пройду через пытку Всех душевных тревог Всех измен и предательств Я смогу быть сильней Этих всех обстоятельств Но я встану с колен Спрячу боль за улыбку Через множество стен Я пройду через пытку Всех душевных тревог Всех измен и предательств Я смогу быть сильней Этих всех обстоятельств Дайте поплакать вдоволь Мне хоть один раз Я переплачу боли Я улыбнусь Сейчас Если с вами Ночное такси Ничего не случится В дороге Да, дорогие друзья Вы по-прежнему настроены На радиостанцию Шансон 24 Наше имя В сети Шансон СПБ Точка Ру И настроены На частоту 97,2 МГц ФМ В Берлине Это радиостанция Русский Берлин И это программа Ночное такси Из России И Санкт-Петербурга Сегодня в первом Эфирном часе У нас Такой вот Большой Женский Бенефис Это замечательные певицы Это проект Который Носит Название Три судьбы И вы познакомились Уже сейчас Со второй Участницей Этого проекта Это была Актриса И певица Катерина Суворова И сейчас Придет Время Естественно И для третьей Участницы проекта С которой вы Собственно Тоже уже В нашем эфире Познакомились Только вот у меня Один вопрос возникает А вот что касается Авторства Всех песен Которые звучат Вообще Кто пишет Материал для девушек Ну например Эта песня Которая сейчас звучала Ее тоже Написала Очень талантливая Исполнительница Она сама Поет шансон Мы познакомились Сейчас в Москве Был проект Бал шансона Вот Ее зовут Мила Руденская Она и автор И композитор И вот когда Она мне ее Представила Мы с ней не знакомы Пока Познакомились Она очень талантливая Она мне сказала Катерина Это твоя песня Мне сейчас Очень много песен Присылают Правда Очень много Ну исполнено здорово На самом деле Такая настоящая Актерская песня И в общем Откровенно говоря Так спеть может Именно актриса Человек Который знаком С драматическим искусством Мне очень понравилось На самом деле Для меня тут Все тоже премьера Поэтому я тут Совершенно все Все по честному Милочка спасибо тебе За эту песню Я ее очень люблю Я люблю тебя Узнали Узнали автора Понятно Что касается Нашей гости Третьей судьбы Вика Виктория Астра Зелененький Да Виктория Астра Она у нас бескомпромиссная Как объяснила Информация о ней Продюсер проекта Катерина Цибулько Абсолютно бескомпромиссная Абсолютно бескомпромиссная Виктория Виктория В чем бескомпромиссность Рассказывайте Ну вот я уже Я понял Да Но это в смысле Личных отношений А в смысле музыки В смысле музыки У меня вот Те песни которые есть Их не так много Но еще две И можно будет Альбом записать Один из них Я написала сама Это буду любить тебя И вторая Называется Екатеринбург И ее мне помогла написать Московская Политесса Марина Буданова Екатеринбург? Да Екатеринбург Мы очень дружим С этим городом Начинается С Саши Новикова Сан Васильевич С этой студией Дружит огромное количество лет Да Я впервые На самом деле Поставил его песни в эфир В первый год программы Ночной такси Он был жутко удивлен В 1994 году Что вообще кто-то это взял В эфир на FM-радио Где-то откровенно говоря Вообще русскоязычной музыки Практически не было Никакой Не то что там шансон И поп-музыки-то не было Тоже И он был очень удивлен Я как бы Ну заочно знал его Конечно раньше А познакомился с ним В 1994 году С тех пор дружим Он неоднократно принимал Участие В наших программах В наших фильмах Концертах В фестивале памяти Аркадия Северного И мы даже издавали Один из его сборников На компакт-диск Это было тоже довольно Много лет назад Это было больше Десяти лет Двенадцать назад Вот поэтому И вот он первый Из Екатеринбурга Из этого самого Города древнего Как его известные Песни спета В честь Екатерины А вообще на самом деле И другие музыканты Которые живут В этом чудесном городе Они регулярно У нас появляются А вы я так понимаю Все-таки С точки зрения Землячества К ним не имеете отношения Нет Ну если уж мы заговоряем О моей бескомпромиссности Если уж я говорю Что говорю правду Ну скажу тогда Эта песня посвящена Александру Васильевичу Нойкову Мне безумно нравится Его творчество Он замечательный человек И ему вообще За многие вещи Огромное спасибо И низкий поклон Приятно Вот Вот на самом деле Саша как раз таки Он именно что И бескомпромиссный человек Как раз Это как раз Это как раз Относится к нему Да Я при случае Обязательно Если он вдруг Не увидит Наш эфир на YouTube Я обязательно Передам Атиславу Потому что мы регулярно С ним общаемся Но я на самом деле Считаю что это Так очень приятно Ему будет услышать От певицы Ну я не знаю Знаком он с вами Лично или нет Но вообще всегда приятно Доброе слово Когда человек Так вот искренне Говорит его В особенности За то что человек Делает в искусстве А Новиков Действительно Этого достоин Это как раз Человек Именно Не подстраивающийся Не под какие Совершенно вкусы Не под чье имя Человек Который категорически Не хочет Чтобы шансон По русски Был таким вот Как я говорю Лакированным Вот и собственно говоря И я всегда выступаю Про из лакировки Этой музыки Я считаю что Шансон это конечно Эстрада Не только у нас Но и во Франции Откуда эта музыка пришла Но все таки Эта эстрада другая Эта эстрада Не для ног Эта эстрада Для головы Это музыка Для сопереживания Для чувств Для сердца Правильно Но это все таки Не поп музыка У которой достаточно Утилитарная тема В общем то Танцы Дэнс Фон Никто конечно не может И не должен ругать Вообще какую-либо музыку Которая кому-то нравится Но я просто считаю Что у шансона В России Своя судьба Не менее Особая Чем во Франции И на самом деле Эта музыка Для России вечно Как бы не пытались Эту музыку Что называется Залокировать Потому что все равно Настоящая песня о жизни Она пробивается В самых совершенно Необычных местах В самых необычных вариантах И вроде бы У исполнителей Которые даже по идее Какое-то время Не хотели ее делать Ярчайшим примером Здесь является Парень Который начинал В этой студии В нашей Я не имею ввиду Стаса Михайловна Он тоже здесь начинал Я имею ввиду Другого хулиганистого парня Я имею ввиду Сергея Шнурова Потому что Шнуров Начинал у нас Я не как Шнуров Он начинал как поэт И композитор Группы Ленинград В 98-м году А пел другой парень Женя Вдобин Который потом Они там расстались Сто раз переделали Эту группу Но поскольку Он был автором Всегда Шнуров То он оставил за собой И сам стал петь И стал певиц Так вот на самом деле Одно время Именно уйдя В какой-то русский рок Ну пусть и с матом Он ушел Этот рок Эту группу закрыл Открыл А потом фактически С чистейшим шансоном Говорят, что он вообще Продолжатель дела Аркадия Северного Появился совсем недавно Со всеми этими Лабутенами И всей этой историей Патриоткой Уже женщины Там в группе запели И стало понятно Что в итоге Наш русский народ Хотя он такой Эпатажный парень Нагловатый Но очень неглупый Слушает-то это То есть И это можно открыть Ютуб И посмотреть не мой А его канал Стадионы Забиты Хотя это Та же молодежь Которые вроде бы Навязывали Ну и западную музыку Всякую разную Такую танцевальную А это люди Которым это интересно Не только потому Что он там поет Это просто как пример Того С кем вот Можно сравнивать Так же и в женском пении Тоже На самом деле Невзирая на то Что вроде бы Есть лакированная тема Поп-музыки Какой-то особой Есть такая Как бы Ну поп-рок Вроде Земфиры Которая ориентируется На западную песню Хотя со временем Когда опять начинает писать Стихи более умные Все равно туда же уходит То есть в русскую песню о жизни Шансон невозможно убить В России Можно по-разному называть Но это так же важно Для России Как во Франции Важен шансон Потому что все равно Это песня для сопереживания И как бы ты это ни назвал Если ты не специально Делаешь проект Под какую-то попсу Какие-то модные звуки Все прочее Ты все равно к этому придешь Но певице Певцу будет Может быть уже Так сказать Там за 30 Да Но тут дело не в возрасте А тут дело в понимании И в том Что аудитория Она ждет такой музыки Поэтому я к тому Что вы занимаетесь Правильным делом И как раз Бескомпромиссность Ваша именно вот в этом Не попытка подстроиться Под некий Коммерческий маркет На котором сейчас тоже Страшный раздрай Как вы знаете Да Есть русское радио Все переругались Открыли новое радио Там да Непонятно что происходит Хотя в принципе Это одна и та же история Но уже бьется просто коммерция Кто получит эфир Чтобы собирать концерты А вы другим занимаетесь И поэтому наша компания Всегда вас поддержит Вот собственно об этом Спасибо Виктория Командовать Аркадем Санычем Который уже Приготовился Так сказать Вставить вашу песню Мне кстати Очень понравилась Одна бодрая вещь Тогда Которую прислала Катя Не знаю Ее ли мы сейчас Поставим Другую Другую Она очень хорошо получилась Мне очень понравилась Душевная такая вещь Она мне чем-то напомнила Гроздью Рябиной Вики Цыгановой С которой я дружу Уже более 20 лет И которую кстати Не так давно мы записывали Она была на фестивале Память Аркадия Северного В прошлом году В 2015 Итак Виктория Астра Клевая песня Спасибо Мама говорила Не ходи А я ходила Мама говорила Не гуляй А я гуляла Мама говорила Он не твой А я любила Потому что на любовь Попала Мама говорила Все пройдет А не проходит Мама говорила Боль уйдет А не уходит Мама говорила Отпусти А я держала Потому что на любовь Попала А мама говорила Так часто повторяла Своё дитя учила Мама говорила Мне, а я не понимала А мама говорила А мама говорила Так часто повторяла Так доченьку любила Мама говорила Мне, а я не понимала А любовь в который раз Взрывает сердце в клочья Мамочка, прошу сейчас Совет любимой дочки Ты мне, мама, никогда Плохого не желала Просто дочка На любовь Попала Где найти ответ Скажи На все мои вопросы Отчего из глаз твоих Так часто льются слезы Отчего душа болит Ты, мама, точно знала Просто дочка на любовь Попала А мама говорила Так часто повторяла Своё дитя учила Мама говорила Мне, а я не понимала А мама говорила Так часто повторяла Так доченьку любила Мама говорила Мне, а я не понимала Субтитры сделал DimaTorzok А мама говорила А мама говорила Так часто повторяла Так часто повторяла Мама говорила мне, а я не понимала Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге Да, дорогие друзья, я убежден, что ничего не случится в дороге с вами, если вы с программой ночной такси на радиостанциях Шансон 24 и на радиостанции Русский Берлин на частоте 97,2, в Берлине ночное такси, звучит страшно сказать, с 2004 года. Кстати, уже со второго года, как радио Русский Берлин, единственная русскоязычная стереофоническая FM-радиостанция в Западной Европе, появилась именно тогда, когда радио Русский Берлин перешло на круглосуточный формат вещания, указанного на берлинской частоте, то есть это все случилось в самом конце 2011 года. Так вот, начиная с марта 2012 года, ночное такси стало идти в том самом формате временном, в котором вы сейчас его и слушаете. Напомню, наше время трансляции в Берлине. Мы записываем эту программу, естественно, по трансляции на радио Шансон 24 в России. И первый эфир еженедельный в Берлине всегда в четверг после трансляции в России проходит неделя с 23 до 1 часа ночи по вашему центрально-европейскому времени. Затем программа в своей большой 120-минутной версии также повторяется еще и в понедельник на следующей неделе, тоже с 23 до 1 часа ночи по центрально-европейскому времени. Я очень рад тому, что у нас есть и заявки от наших слушателей в Берлине. И очень мне приятно, ежегодно в Берлин приезжая, что, в общем, можно иногда даже музыку не ставить, только сказать, что я приехал, это я себя не хвалю, как гречневая каша. Это так, а телефон начинает разрываться. И можно, хотя я стараюсь поработать несколько дней у вас в эфире, отвечать только на ваши вопросы о России и о русской музыке. Но, правда, я всегда, конечно, музыку новую привожу и привожу много подарков. В этом году, правда, в Берлин я не поехал. Дальше в Финляндию мне уехать не удалось, было очень много работы. Но рассчитываю, дорогие друзья, будет у вас осенью следующего года. И тоже привезу много-много новой музыки. Ну, а сегодня новая музыка звучит в нашем эфире. Прекрасные женщины, такой мощный женский коллектив у нас. Сегодня благодаря Кате Цибулько, это она все сорганизовала. Как вы выяснили, девчонки ей хлопают. После очень успешного концерта в самом центре Питера, в кабаре «Одесса-мама», у меня в гостях замечательные певицы. Еще раз сообщу вам их имена. Конечно же, это прекрасная Оксана Орлова, с которой я имею честь, будет знаком уже очень-очень много лет, а 9 лет назад даже записывал ее видео вместе с Володей Черняковым. Это актриса и певица Катерина Суворова, и певица из Москвы Виктория Астра. Ну, а Катя Цибулько, собственно, все сорганизовала. И надеюсь, что, в общем, не на один раз это у них мероприятие под названием «Три судьбы». Но, еще раз говорю, мы всегда готовы поддерживать такую интересную оригинальную музыку, поскольку я глубоко убежден, что эта музыка действительно достойна этого. Ну, а подчеркиваю, основное предназначение продюсерской компании и студии «Ночной такси», которой принадлежит этой радиостанции, телеканал «Ночной такси» на YouTube, конечно же, в том, чтобы каждый музыкант, каждый певец, каждая певица, каждая группа могли найти с нашей скромной помощью свою аудиторию. Этой работой мы занимаемся уже 31 год, из которых в эфире мы уже полных 23 года. Поэтому я думаю, что это важно знать и певцам, и певицам, конечно, и благодарим очень наших слушателей, потому что они те люди, для которых все это сделано. И подчеркиваю, основная задача, чтобы каждый творческий человек, который приходит в эту студию, каждый творческий человек, который записывается у нас, это тот человек, который приходит за публикой, в хорошем смысле этого слова. И наша задача, чтобы отряд, верный отряд его слушателей и зрителей именно и появился после того, как человек пришел сюда. Этой задачей мы, откровенно говоря, посвятили всю работу нашей студии, и никогда этой задачей мы не изменяли. Я хочу сейчас обязательно поговорить еще с Оксаной, поскольку я уже в первом включении уже говорил об этом. Как-то вот обидно было, что мы не слышали ее новой музыки некоторое количество времени. И мы начали сегодняшний эфир вот с этого замечательного дуэта с Володей Черняковым. А ведь на самом деле у Оксаны есть своя новая музыка. И вот сейчас мы обязательно ее послушаем в оставшееся нам время. И мне бы хотелось, чтобы об этой музыке Оксана что-то сказала. Вот сейчас мы будем слушать песню с забавным названием «Наливай». «Наливай», да. «Наливай», да. Во-первых, так сказать, собственно, почему «наливай», а, например, «не ешь» или «не клюй». Вот, почему только «наливай». «Не клюй, не спи». Да, вот, «не спи», кстати, да. Это, во-первых. Во-вторых, как это произведение появилось, и есть ли оно уже в какой-то дискографии твоей? Вы знаете, она уже появилась в моей дискографии. Как бы эта песня появилась давно, но просто ее никто не слышал. Я просто одно время, когда еще не уходила, как бы, да, со сцены, очень часто гастролировала по Америке. Америки, вот, и есть такой Сережа Ермолаев, который написал мне «Золотые локоны». А, «Золотые локоны» я помню, я ставил эфир, я сейчас слышал. Это мой безумно любимый автор, вот. И когда я поехала в Америку, я говорю, Сереж, напиши мне что-нибудь такое, чтобы иммигранты могли как-то меня понять. То есть, вот. То есть, через «наливай» понимают все? Нет, «наливай» понимают даже не иммигранты, на самом деле. Когда я приехала на Брайтон-Бич, я посмотрела на людей, я говорю, господи, боже мой, такие же люди обалденные. Знают русский язык, матерный знают. Русский, матерный, да, это особый язык, конечно. Нет, русский и матерный у них разделяется, понимаете. Вот. И я даже такой синекдот, если расскажу в эфире, да простят мне, слушатели, как бы, когда я была на Брайтон-Бич, я посмотрела, просто люди абсолютно, у них там отдельное государство. В Америке отдельное государство русских людей. И, значит, еврейская семья приезжает из Москвы на ПМЖ на Брайтон-Бич, они неделю тусяют, значит, и друг звонит из Москвы и говорит, спрашивает, Ёся, Ёся, ну расскажи, ну шо там, скажи, шо там, как вы там себе чувствуете? Он говорит, я же мы там с совкой просто, просто опились, обгулялись, вообще не понимаем. Он говорит, да все понятно, вы там с совкой. Ну шо там, шо, как там Америка? Расскажи, он говорит, да хер его знает, мы туда не ходим. Все правильно, да. На самом деле, хороший анекдот, правильно, что аплодируете, да. Я хочу сказать, что в моем эфире сказал Миша Шафутинский, когда я с Мишей, слава богу, дружу еще с тех пор, как он не приезжал в Россию с 89-го года. Так вот, Миша рассказал аналогичный анекдот, когда он действительно в реальности приехал с Аннабрайтон в 79-м году. Это было чисто, совершенно правда, это не юмор. Он был очень удивлен, когда он пришел в один из самых крупных ресторанов Одесса, в который, так сказать, пел Токарев, его конкурент. И Ливанз. Да, Миша там не пел. И что интересно, что он пришел покушать, он еще не был там известным русским певцом и основателем группы «Атаман», да, и там официанты, все по-русски, и зашла пара, естественно, американцев, русский ресторан, экзотика, блины, пельмени, и заглянули туда. И по-английски, конечно, обратились красиво, одетые, там, чуть не в одесскую, там, не знаю, в украинскую вышиванку, там, официантки. И на весь зал на чистом русском языке к ужасу Шуфутинского, такого интеллигентного московского еврея, да, называется голос. «Маня, позови, пожалуйста, шефа! Местные пришли!» Вот, то есть, Шуфутинский обалдел от всего этого дела. Он вообще не ожидал такого, что такое там будет. Он думал, Америка, все там американизировались. Так что, в общем, анекдот, Оксанычка, справедливый. Давай, командуй Аркадьевичем, и песня «Наливай» будет нашим эфиром. Аркадьевич, наливай! Солнышко над Брайтоном То же, что в Одессе В Мюнхене, в Израиле На берегу Невы И везде, где любят петь Собираясь вместе Обязательно поют песни из Москвы Так наливай, так вспоминай Какие песни замечательные спеты Кто был влюблен под старый клен А кто под первую пластинку самоцветов Кто был влюблен под старый клен А кто под первую пластинку самоцветов Годы словно песенки веселые и грустные Песни позабудутся, пролетят года Если станет на душе холодно и пусто Собери друзей хороших И в кабака еда Так наливай, так вспоминай Какие песни замечательные спеты Кто был влюблен под старый клен А кто под первую пластинку самоцветов Кто был влюблен под старый клен А кто под первую пластинку самоцветов Новые мелодии, новые пластинки Вы кому-то станете другом и родней Но пока мне душу жмут, как новые ботинки И не хочется прощаться с песнею родной Так наливай, так вспоминай Какие песни замечательные спеты Кто был влюблен под старый клен А кто под первую пластинку самоцветов Кто был влюблен под старый клен А кто под первую пластинку самоцветов Так наливай, так вспоминай Какие песни замечательные спеты Кто был влюблен под старый клен А кто под первую пластинку самоцветов Кто был влюблен под старый клен А кто под первую пластинку самоцветов Так наливай, так вспоминай Какие песни замечательные спеты Кто был влюблен под старый клен А кто под первую пластинку самоцветов Кто был влюблен под старый клен А кто под первую пластинку самоцветов Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Да, дорогие друзья Действительно с вами ничего не случится в дороге Вы находитесь по-прежнему на частотах Смело сказать частотах, конечно Радиостанции Шансон-24 И радиостанции Русский Берлин У радио Шансон-24 Имя в сети шансонспб.ру А что касается радио Русский Берлин То оно с 2003 года работает в столице Германии На 97,2 МГц Сегодня в первом части программы Ночное такси у нас побывали Три замечательные женщины Это была программа, которая носит имя Три судьбы Все это собрано Катериной Цибулько И она, собственно, представляла девушек Еще раз их имена называю я вам в нашем эфире Конечно же, это Оксана Орлова С которой я имею честь быть дружным Уже более 15 лет, между прочим Собственно говоря, она сейчас пела И она будет петь в завершении программы Затем это питерская певица И актриса Катерина Суворова И певица из Москвы Виктория Астра Я очень рад тому, что девушки Пришли сюда Я очень рад того, что они побывали в нашей студии Подчеркиваю, студия всегда для них открыта Поэтому это было наше первое знакомство Но я уверен, что Естественно, они появятся здесь и еще В финале, перед тем, как прозвучит Финальная композиция в исполнении Оксаны Орловой Конечно же, пожелания от каждой из моих гостей Для нашей аудитории Что, собственно говоря, всегда бывает в финале интервью В программе «Ночной такси» Что мы желаем аудитории спонтанно Именно сиюминутно сегодня Чтобы было понятно Конечно же, все это остается на Ютьюбе навсегда В первую очередь, это пожелание, конечно, не только тем, кто служит нас в онлайне А тем, кто будет смотреть И каждый раз, открывая этот файл, будет казаться, что это пожелание сказано сегодня Что вы желаете людям, которые смотрят нас? Можно я скажу? Да Я желаю добра и позитива И весь этот энергетический посыл на весь Ютьюб Спасибо Это наш посыл от нашего проекта «Три судьбы» Девчонки, я думаю, что я выражу наше общее мнение выражаю Давайте, добра, позитива, любви Сложите шансон Спасибо, спасибо И нас тоже Спасибо В следующем часе продолжим И до сих пор ответа нет Как не прошу судьбу свою Где тот в конце тоннеля свет И для любви моей приют Простая женщина, простая Субтитры создавал DimaTorzok Простая женщина, простая Мне Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Дiders'а Что-то еще Дisf Gao Дhibа Простая женщина, да Д тобою Простая женщина Добро